Друзья, всем привет! Меня зовут Никита и вы на канале Артист Арчери. Сегодня я хотел бы показать вам видео, как делаются настоящие плечи для рекурсивного лука. Мне довольно много приходит вопросов по тому, из чего сделать плечи, подойдут ли плечи из кроватных ламелей. Много таких вопросов. Я отвечаю на это, что плечи из кроватных ламелей это не плечи. Буквально пару дней назад человек тоже спрашивал, я ему посоветовал использовать плечи бамбуковые. Это, конечно, и не такие плечи ламинированные, как я использую, но и не кроватные ламели. Это уже более-менее серьезные плечи, так как бамбук выступает в роли ламината сам по себе. Но, естественно, они получаются тяжелые, громоздкие и вялые. В этом видео покажу вам из чего и как непосредственно делается сам процесс изготовления плечей. И еще, ребят, извините, конечно, что видео выходит довольно редко. На работе какой-то такой и понутый немного график и времени у меня мало. Плюс я еще дома ремонт делаю параллельно. Так что, ну, как-то так. Так, еще раз рассказываю вам. Я летом делал лук и показывал, в принципе, из чего состоят плечи. Ну, так, покажу вам еще раз. Две ламели ясень, калиброванные. То есть, длина полностью согнанная на клин. То есть, они как бы по всей длине вот такого плана. Видите? Тут тоже и тут уже. И также ламели. То есть, на всю длину они тут тоже и тут уже. Это делается для того, чтобы был плавный и нужный изгиб. То есть, и это дополнительно увеличивает скорость выстрела. И уменьшает вес кончиков. Вот такой вот крашеный шпон. Для набирания толщины и придания эстетического вида. Сверхсекретный материал, без которого плечи не будут работать. Вот такого плана он. И из него же будет использоваться клин в ту часть. Давайте посмотрим, как это все делается. Разводим клей. Клей вот такого плана. Видите? Эпоксидная смола специальная. Развели и начинаем. Вот таким шпателем обычным. Это все наносить сюда. Конечно, понимаю, ребят, сейчас с деньгами не шибко. Хочется сделать лук и обойтись малыми затратами. Но, как вам сказать, лук, обойденный малыми затратами, будет стрелять на столько же. То есть, хочешь сэкономить, сэкономишь на его характеристиках. Лучше все-таки отложить, собрать денежек и купить или на крайний случай сделать свой более-менее нормальный лук. Это я вам говорю. Хотите, чтобы хорошо стрелял, либо покупайте, либо делайте сами. Но делать один лук невыгодно, так как материалы довольно дорогие. И по одной штучке вам их никто не продаст. Все покупается большими партиями на заводе. Или у поставщиков, которые эти одну ламель или одну полоску отправлять не будут. Либо участников по большим ценам. У меня, кстати, есть несколько плечей на продажу. Которые лежат просто без дела. Если нужны будут, ребят, пишите. Обговорим цену. Но если вы думаете, что я продаю все по 10 рублей, то есть, не обессудьте. Смотрите, клин вложили сюда. Потом берем вот эту вещь. Вложим сюда. Просто приложили. Ногтями их притерли немного и все. Вот так. Перевернули. Теперь эту сторону приложили. Ногтями растерли и перевернули. Теперь промазываем. Промазываем их здесь. Вот смотрите, промазали. Берем его. Переворачиваем. Приклеиваем сюда. Прикладываем вот так. Приложили. Раскатали. Теперь берем, промазываем его с этой стороны. Таким планом делаются все плечи композитных луков. Никак иначе. Ну, вместо дерева может использоваться карбон. Вообще без дерева. Для чего клин нужен. Клин используется для установки в рукоять. Чтобы после рукояти не было перелома. Чтобы плечо не переламывалось. Был плавный изгиб. Если его не делать, то у вас плечо сломается просто в месте крепления. И будет все. Приклеили его сюда. Еще раз ламинку. Немного протираем все. Теперь протираем еще раз клин сверху. Так как я его протер только с той стороны и промазал. Так, смотрите. Все проклеено. Видите, блестит. Еще раз проверяем, чтобы все было четко. Приклеиваем вот так сверху. Приложили это все сверху дело. Выровняли. Чтобы все было четко проверили. Еще раз где обратный клин, чтобы это был низ. Вот так. Ну и все. Теперь будем приступать к установке в форму. Итак, друзья. Форма у меня вот такая. Видите? Вот такого плана. Вот. Кстати, экспериментальное стекло будет использоваться на приклейке вот до сюда. До самого конца. Сейчас мы будем клеить вот до сюда. Где-то вот до сюда. На экспериментальном буду клеить до самого конца. С максимальной рекурсивностью. На канале у меня есть видео, фотки. Я делаю луки. В принципе, он у меня даже с тетевой стоит. Но получился довольно нестабильный. Даже я с него не могу стрелять. Я начинаю натягивать. И если чуть-чуть сдвинуть вбок, то тетиву скидывает. Поджимаем этот край струбцинкой. Вот мы прижали. Вот так вот это дело. Немного гоним туда стекло. Не получалось. Вот таких либерденций. Прихватили. Теперь нам нужно прихватить с этой стороны, чтобы оно вот так не торчало. Вставляем сюда проволоку. Берем, загибаем его руками просто. Просто выгибаем его. Сколько возможно. Прижали проволочкой. Теперь берем отжимную пластину. Это та часть, которая будет накрываться сверху. Двойная склейка в амели и линолеум. Линолеум нужен для сгона воздуха из клеевого шла. Многие говорят, что линолеум фонарь. Но, ребята, я вам говорю, что линолеум это супер. Это та тема, которая идеально подходит. Выгоняет воздух. Мягкая. Попадаются камешки. Продавливаются в линолеум, а не в стекло. Отличная вещь. Теперь устанавливаем отжимную. Ее нужно установить по нужной отметке. А не просто так. У меня здесь есть отметка, по которой все выставляется. Отжали. Обжали. Вот такой вот вид это все имеет. В собранном состоянии. Видите? Полностью все прожалось. И вот такое дело получилось. Все, ребята. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. Нажимайте вот этот колокольчик с уведомлениями. Задавайте вопросы. Заходите в группу ВКонтакте. Ссылки будут под видео внизу. И в Фейсбуке. Там вы можете написать мне ВЛС. И обговорить вопросы по покупке и прочему. Все, ребят. С вами был Никита. Канал RT-Starchery. Всем пока.